Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи. Мы делали все возможное, действительно, все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие. В современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные. В мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у Соединенных Штатов Америки. Вся планета утыкана. Достаточно только взглянуть на карту. Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Этот проект уходит корнями еще в 19 век. Его взращивали и в Австро-Венгерской империи, и Польше, и другие страны. С одной целью оторвать эти исторические территории, которые сегодня называются Украины, от нашей страны. Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми, вплоть до педофилии объявляются нормой. Нормой их жизни. Это их проблемы, как я уже сказал. А мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это. Защитим наших детей от деградации его рождения. Кто встал на путь прямого предательства, совершает террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесет ответственность по закону. Мы уже начали и будем наращивать. Дорогие друзья, я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию. Мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей. И почетом на их нужды нужно откликаться сразу, без волокит. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Как я уже сказал, Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде, нигде ничего не добился и не добьется. Валовый внутренний продукт в 2022 году снизился на 2,1%. Это самые свежие данные. При этом напомню, что еще в феврале-марте прошлого года, как я уже сказал, предрекали нам просто обвал. Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. Надо убрать, хочу это подчеркнуть, убрать любые межведомственные противоречия, формальности, обиды, недомолвки, прочую чушь. Стал у нас более комфортным, чем было ранее. Помните, у нас до пандемии было 4 и... Предлагаю распространить такую налоговую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования в целом. Прошу правительства внести предложение по перечню такого оборудования. Россией не нужно занимать за рубежом. Кланяться, клянчить деньги. Последние события убедительно показали. Образ Запада как тихой гавани и прибежище капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли. Их там просто ограбили. Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежной банке. Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом и так далее и тому подобное. Но это цивилизация наша. Вот что главное. Ее нам передали предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков и передать дальше. В этой связи хочу подчеркнуть, что и выборы в местные, и региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024 состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур. Право России быть сильной. Наконец, очень важный вопрос. Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года МРОД проиндексирован на 6,3%. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Россия и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. За победу, за боевых товарищей, за Родину. Редактор субтитров А.Семкин